Современный человек все чаще сталкивается с болезнями пищевода. Связано это с высоким уровнем стресса, неправильным питанием и злоупотреблением вредными привычками. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета оказывают высокотехнологичные виды медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного и круглосуточного стационара. Большинство пациентов гастроэнтерологического профиля нуждается только в поликлинической помощи. Но в тех случаях, когда больному необходимо дополнительное обследование, его могут госпитализировать в рамках медико-санитарной части Казанского федерального университета. Диагностика, которую пациент может получить в рамках стационара, это на самом деле диагностика очень высокого уровня. Если мы с вами говорим об эндоскопии, то это самое лучшее оборудование, которое только может быть на сегодняшний день. Оно представлено в нашей клинике с возможностью проведения морфологической диагностики. То есть то, что пациент знает, как возможность забора биоптата или биопсийного материала. Это возможность удаления каких-то образований или полипов, как обычно говорят пациенты. Ну и, наконец, на сегодняшний день мы в Республике Торстан единственная клиника, в которой создана так называемая лаборатория функциональной диагностики. Это возможность проведения суточной или 24-часовой по ашимпедансиметрии и манометрии высокого разрешения. В университетской клинике Казанского федерального университета проводится манометрия пищевода высокого разрешения. Это детальное исследование, с помощью которого измеряют, насколько сильно сокращаются мышцы пищевода и как взаимодействуют между собой в процессе глотания. Перед началом исследования пациенту в положении сидя вводится зон диаметром 4 миллиметра через носовой ход по пищеводу в желудок. После установки зонда человек принимает горизонтальное положение. Трубка соединяется с аппаратом, который записывает сокращение мышц пищевода. Для оценки сокращения используется стандартный глоток 5 миллилитров воды в количестве 10 раз. В этот же день врач оценивает полученные на исследовании данные и отдает результат пациенту. Для нестандартных заболеваний в стационаре проводится суточная импеданс пашметрии. Порядка двух миллиметров, не более двух миллиметров, которые вводятся через нос и размещаются в пищеводе и в желудке. И на протяжении этого зонда есть несколько датчиков, которые измеряют или паш, то есть мы определяем уровень кислоты, которая возможно забрасывается у пациента из желудка в пищевод. И есть датчики, которые определяют сопротивление переменному электрическому току. То есть эти датчики позволяют нам в принципе определить любой заброс, то есть что забрасывается. Это очень актуально в случае тех пациентов, которые испытывают чувство дискомфорта за грудиной, и мы понимаем, что мы не можем связать это чувство дискомфорта с сердечно-сосудистой патологией, там нет никакого воспалительного процесса в пищеводе. И вот начинаем дальше разбираться, что же может быть причиной. Пройти дополнительное обследование может любой пациент. В униклинике ведется лист ожидания на госпитализацию. Для стационарного лечения пациенту необходимо обратиться к гастроэнтерологу за направлением или же получить его в электронном виде из любой точки России. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.